добрый день друзья с вами доктор линский рад приветствовать вас на своем канале скажите а вы слышали от своих знакомых такое выражение да что мне я вот не курю не пью спортом занимаюсь все остальное мне не надо этого достаточно я думаю слышали и вот я хотел видео поделиться своим опытом высказать только свое мнение вот на такое высказывание почему-то люди думают что этого достаточно чтобы быть здоровыми и потом я часто сталкиваюсь с этими пациентами люди сами недоумевают но почему же так я ж вот вот те все три пункта не курю не пью занимаюсь и вот у меня вот такое случилось или тону за что же а я же делал все правильно на мой взгляд сейчас так принципе и раньше этого недостаточно причем недостаточно от слова совсем почему объясню я думаю вы заметили что за последние ну скажем так может быть десятилетия там даже годы количество факторов негативных которые разрушают здоровье увеличилась в разы не заметили ну тогда для вас это будет открытие а то что ну допустим взять количество и то есть степень плотности электромагнитного смога увеличилась в разы за последнее время как вы думаете это как-то отражается на здоровье электромагнитный смог это такой термин он появился допустим каждый вы знаете каждый прибор там вышки сотовой связи и другие другие устройства они имеют излучение и вот эти излучения накладываются одно на другое и воздействуют куда соответственно наш организм мы непосредственно находимся в их эпицентре скажите вот допустим 20 даже 30 50 лет назад был этот фактор я думаю ответ очевиден а есть еще принять во внимание что каждый орган и вообще все тело работает на определенных частотах на них постоянно воздействует и электромагнитное поле и вот эти частоты там есть различные характеристики как вы думаете будут они меняться и соответственно как это скажется на работу органов я думаю ответ тоже очевиден не зря допустим даже тем водителям поездов которые на электрической тяге им там за вредность положены определенные преференции и то же самое касается других профессий когда человек находится постоянно под воздействием электрического поля так вот плохая новость в том что мы сейчас все находимся именно в этих условиях независимо происходит это дома или на работе или же на улице далее еда как вы думаете за последнее время выросло количество токсинов различных примесей тоже токсины то есть те вредные вещества которые вредят организму различные красители добавки сейчас туда нам говорят это полезно добавляют насекомых также оставляю этот вопрос на ваше решение пишите в комментариях что вы думаете по этому поводу а то что события в мире даже вот за последние несколько лет сколько какая плотность событий причем они не позитивные назовем это так начиная вот со страшной болезни сейчас военные действия катастрофы которые происходят во всем мире как вы думаете психологически они как-то положительно влияют на наше здоровье и если допустим где-то повышен уровень радиации там поможет спорт или то что вы не пьете и не курите вопрос тоже риторический уже какой по счету это я привел просто несколько примеров для понимания потому что кто-то просто не задумывался а кому-то удобнее так думать что вот организм должен справиться сам и все я ничего не буду делать там дачу да буду удобрять убирать сорняки поливать чтобы так как заинтересован же в результате в урожае машину тоже буду обслуживать и так далее а для тела нет даже для животных буду покупать какие-то добавки там что-то делать так как они тогда лучше себя чувствуют шерсти блестит и так далее для себя же нет еще забыл упомянуть о факторе это ну я не знаю даже как его назвать чтобы youtube не удалил это видео ну может быть многие так сказать и осторожно начну слышали что вот сверху сыплется какая-то мана небесная и если проследить за небом там видны определенные следы причем видны довольно часто независимо о какой точке на земном шаре идет речь кто-то возможно считает что это все то это вот теории заговора шапочки из фольги поправки ну таким людям легче в принципе можно просто продолжать жизнь своей жизни я думаю это видео не для вас ну а я это привожу как дополнительный дополнительный фактор который да именно вредит нашему здоровью и могу сказать по своей практике по общению по обмену опыту опытом с моими коллегами специалистами которые живут в разных странах все отмечают что за последние годы помочь человеку в плане здоровья стало в разы сложнее если раньше какая-то проблема решалась вот так просто на раз-два в зависимости от метода которым владеешь сейчас это растягивается на значительное время и причем не всегда можно помочь с тем эффектом на который рассчитываешь все протекает намного сложнее а постковидный синдром кто столкнулся я думаю поймет о чем я говорю он может быть очень разносторонним в зависимости от того куда прошло воздействие где был так сказать не было слабое место в организме будь то нервная система желудочно-кишечный тракт и и так далее сосудистая система но тем не менее этому воздействию подвергались практически все люди на земле и в той или иной степени это коснулось каждого что также не принесло улучшение нашему здоровью поэтому резюмируя то с чего я начал вот не курю не пью спортом занимаюсь сейчас наше время недостаточно от слова вообще если вы спорите будете настаивать на свои точки зрения что нет вот что там доктор там рассказывает я спорить не буду но будьте готовы к тому что будущее может преподнести вам ряд неприятных сюрпризов по здоровью и на мой взгляд кто еще этого не сделал как раз и пришло время меняться у меня этому посвящен и канал который основной доктор линский я там даю методики причем очень многие даю бесплатно как можно в системе поддерживать свое здоровье это те же протоколы для самопроработки есть одноименный плейлист для устранения напряжений дисфункции в теле чтобы это не привело к чему-то допустим фатальному более серьезному как подпитывать организма есть тоже плейлист который называется а витаминах бадах есть но различные другие методы то что работает на практике я этим и делюсь это видео не несет конкретно какой-то рекомендации вот делайте вот это просто цель его заставить хотя бы задуматься кто еще этого не сделал и изменить отношение к своему здоровью сделать какие-то несложные шаги пока это возможно и пока не пришла какая-то серьезная проблема на этом у меня все понравилось видео ставьте пальцы вверх подписывайтесь на мой канал делайте репост этого видео обязательно дождитесь окончания ролика там я для вас приготовил заставку на те видео которые на мой взгляд также будут вам интересны всего доброго и будьте здоровы